привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами сегодня хотел бы поговорить о deep in 15.5 да давно вы меня просили сделать обзор на данный дистрибутив и довольно таки много времени прошло с моего последнего обзора по моему последнее видео было в 2016 году данном дистрибутиве я изредка просматривал различные новости поводу deep in ну и по сути думал там ничего особо не меняется да какие-то фиксы да там какие-то нововведения интерфейсе ну как бы ничего особенного потом один из людей в комментариях написал версии 15.5 неплохая хочу узнать твое мнение установили себе данный дистрибутив сейчас пользуюсь им как в своей второй операционной системой ну почему собственно мы сейчас пишем не с deep in обзор нововведений я рекомендую вам посмотреть видео с официального канала deep in linux ссылочку предоставлю в описании и данный видеоролик уже есть у нас в нашем telegram канале кто не подписан подписывайтесь ссылочки тот также будет в описании в принципе в версии 15.5 у нас произошло достаточно много замечательных нововведений и фиксов у нас новые функции такие как поддержка 4k экранов то есть система довольно таки неплохо масштабируется под 4k даже windows 10 до хваленая у нее с этим проблемы у диппин более-менее неплохо ребят кстати у кого 4k экраны кто работает с диппин пожалуйста отпишитесь на самом деле прав я или нет вот так же была проведена работа по масштабированию самого интерфейса добавлены такие фичи как диппин рекавери и диппин клон диппин рекавери это приложение для создания различного рода бэкапов диппин клон это приложение для создания образов операционной системы ну и также была проведена огромная работа по переработке нативных приложений очень много различных фишек обязательно посмотрите данный ролик в трюс ссылочка будет в описании да скажем так обещал и выпустить данный ролик еще перед новым годом хотел снять свое как бы впечатление дал новых фишках о новых приложениях но посмотрев видео из официального канала диппин я решил просто не дублировать контент предоставить вам ссылочку а снять уже как бы подробный ролик об опыте эксплуатации данной операционной системы там скажем так много чего поменялось в плане того что у диппин теперь свой репозиторий были подняты сервера в различных странах ну как бы одна из основных проблем диппин это было то что пакеты погружались медленно и как бы до основные репозитории были в китае сейчас же ситуация изменилась это все протестирую скажу вам как джесс разработчик расскажу вам как с нодой работать в принципе ноду я уже установил какие есть плюсы и минусы так далее в общем обо всем этом подробнее расскажу я думаю недели через 2 опять же таки по срокам обещать не буду мало ли вдруг что-то затянется в частности почему задержался с этим роликом первый фактор это работа дедлайны по проектам второй фактор подготовка к новому году как бы да ребят вас всех с наступившим новым годом с наступающим рождеством и так далее всего вам самого наилучшего мы должны как бы до понимать свои копоты заботы ну еще и да я установил диппин начал им пользоваться и бы просто увидел официальный ролик и решил как бы заниматься фигней а записать уже подробный видеоролик об этом все вот по поводу ролика топ дистрибутив 17 года этот ролик уже у меня на монтаже там все не так просто думал опять же таки тоже перед новым годом выпущу его ну надеюсь хотя бы до конца этой недели завершить работу как бы тоже должны понимать все мы людям свои заботы о мой видеоблог это мое хобби скажем так развивают всю тему свободное время свободного времени мало мы видео мало надеюсь вы поймете вот ну что ж приятного просмотра видео о новых фишках диппин 15.5 ролик ну там есть некоторые фразы на английском да в текстовом виде на думаю там ничего сложного все понятно ну и поспешу сделать ролик уже об опыте эксплуатации данного дистрибутива действительно есть что рассказать зря я не смотрел в сторону данного дистрибутива ну все всем спасибо и до новых встреч пока пока ссылочки на наш телеграм и на данный ролик в описании